Привет, ребят! Только что принесли вот такую посылку, вскрываем, смотрим, что там внутри. И здесь вот такая интересная колонка от фирмы Soundcore. Пришлось заказать ее из Америки в бывшем состоянии, так как в Европе она вообще не продается. Не знаю почему. И на эту колонку я наткнулся совершенно случайно и заказал ее только по одной причине, которую вы узнаете немного позже в этом видео. Колонка имеет вот такой интересный ремешок из резины, который цепляется на вот такие большие пуговицы по краям этой колонки. И таким образом ее можно переносить с собой. Также внутри на этом ремешке есть кое-какая информация. Теперь давайте включим эту колонку, подключим ее к телефону и послушаем, как она звучит. Звучит колонка неплохо. Осталось ее замерить на моем шумомере, чтобы понять насколько громко она звучит, потому что на слух это трудно определить. И также я ее по громкости сравню с колоночкой JBL Clip 3, какая из этих двух будет громче. Ну и дополнительно в этой колонке я хочу сравнить способ крепления, потому что для меня очень важно в JBL Clip 3, как она крепится. И будет ли также удобно переносить колонку от Soundcore. Ну а перед этим мы попытаемся снять вот эту защитную ткань, чтобы видеть как двигается динамик. Интересно ребят, что мы тут видим овальный динамик. И он очень мне что-то напоминает. Напишите снизу под видео в комментариях, откуда они взяли дизайн этого динамика. И это как раз есть та самая причина, по которой я купил именно эту колонку. Хотя до этого момента, пока я ее не нашел в интернете, я вообще о ней не знал. И там на сайте было изображение этого динамика, и я решил сразу же заказать эту колонку и жестко понаваливать на ней бас. И по всей видимости, раз с этой стороны находится один динамик, с обратной стороны должна быть пассивка, которая тоже должна хорошо флексить. Сейчас мы попытаемся до нее добраться. С обратной стороны защитная сетка уже снималась гораздо легче, чем спереди. И тут мы видим вот такую небольшую пассивку, она даже меньше размером, чем динамик. У колонки уже мигает красный индикатор, и это значит, что ее надо поставить на зарядку. И после этого мы ее уже будем тестировать как следует. Очень даже неплохо, 94,2 децибела на расстоянии одного метра. Сейчас сравним эти результаты с JBL Clip 3. Если честно, ребят, я не ожидал, что настолько большая будет разница в громкости. Пожалуй, нам придется с другой колонкой сравнивать. И у меня с собой есть колоночка JBL Clip 5. Кстати, как вы заметили, у них почти одинаковые динамики. Походу, придется включить функцию минус и блютуз, чтобы набрать столько же децибел. JBL Clip 5 набрала больший децибел только на функции минус и блютуз, когда на ней сильные перегрузки по басам. Теперь, я думаю, повторно надо замерить колонку Soundcore. Возможно, была какая-то ошибка в замерах. Ну и вот, как мы видим, оказывается, первое включение этой колонки после зарядки дало больше децибел. А теперь она набирает 91,5. Но это все равно больше, чем JBL Clip 3 и больше, чем JBL Flip 5 на стандартном режиме. Все скатают знания, как будто алфавит. 40 тысяч лишь в одном кармане пить. Пить, пить, пить. Медленно, медленно двигаюсь в победе, так много льда, как будто я ею. Но чтоб делать деньги, не нужна минутка, никогда не танцы по чужой идут. Будет билетель, никогда не забывай, кто был здесь. А приспустил штаны, ведь в этом есть мастич. Все наши планы и бланы, типа, хоть что-то там с париком, а это банда. На глазах круги, от них до сипа, я как панда. Я живу без запада, и так уже круглый гад. Летаю в топ-топ, на репет, нон-стоп, мой стиль, мой ма. Рэпер громко пачит, хватит деньги, клянч. Ну и в заключении осталось эту колонку проверить на защиту от воды. Сейчас бросим ее в воду, навалим лютый бас и посмотрим, будет ли она после этого живая. Притом производитель заявил защиту IPX67. Этого, в принципе, вполне достаточно, чтобы пережить погружение под воду на 30 минут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 После этого уже колонка нормально работала в воде. Это тоже, на самом деле, не может не радовать то, что даже после попадания воды под заглушку, колонка все равно продолжает работать после того, как чуть-чуть вытряхнула оттуда воду. Потому что у многих других колонок придется долго просушивать порт зарядки, прежде чем они начнут нормально работать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В итоге, ребята, этот вибратор оказался серьезным конкурентом для колонки JBL Clip 3, потому что он играет громче, он тоже достаточно удобен в использовании, его легко зацепить, допустим, за руль велосипеда или самоката, и динамик будет направлен в вашу сторону, и вы будете хорошо слышать звук. Также в этом вибраторе имеется отличная защита от воды и от падений с полутора метров на твердые поверхности. И, пожалуй, единственное, в чем будет выигрывать JBL Clip 3, так это в автономности, потому что ее действительно хватает на весь день на максимальной громкости, особенно если она в хорошем состоянии, как эта. А этот вибратор уже через 3 часа на максимальной громкости показал уведомления на экране моего смартфона, то, что осталось 10%. Хотя после этого я еще полчаса ехал домой и наваливал на максимальной громкости, и он все еще заряжен. Неизвестно, как долго он еще сможет проработать от 10% заряда аккумулятора. И в ближайшие дни я буду пользоваться этой колонкой, и посмотрим, будет ли мне хватать заряда аккумулятора. И об этом я напишу под видео в описании. Ну и второе преимущество колонки JBL, что ее можно зацепить одной рукой, а здесь все-таки требуются две руки. Также, что немаловажно в JBL, то, что она продается почти везде. А вот эту колонку мне пришлось заказать с Америки. Если вам будет интересно узнать, что находится внутри в этой колонке, обязательно это напишите в комментариях. И тогда я сниму еще одно видео, где я разберу эту колонку до последнего винтика и покажу, что там внутри. Ну и как вы заметили, этот динамик очень сильно похож на динамик, который находится в колонке JBL Flip 5. Но если посмотреть на эти динамики вблизи, то мы увидим кое-какие отличия. Например, динамик в JBL Flip 5 немного глубже и на полсантиметра длиннее, а в ширину они одинаковые. Если этот вибратор сравнивать с пятым флипом, то в пятом флипе будет больше басов, несмотря на то, что звук немного тише, чем в этом вибраторе. Теперь я буду ждать под этим видео в комментариях ваше мнение насчет этого вибратора. И также не забудьте поставить большой палец вверх этому видео, подписаться на мой канал, нажать колокольчик и написать кучу еще моих любимых рандомных комментариев. И мы с вами увидимся уже через пару дней в новом видео. Пока!